Тахир, расскажите, пожалуйста, как были построены семинары и каким результатом Вы пришли? Семинар включает в себя как теоретические знания об основах правильного питания, так и практическое руководство, то есть практическая часть, когда люди сами это видят и сами пробуют это готовить. И самое главное, это дегустационная, конечно же, часть, когда люди видят, что эта пища вкусная, что она легкая, что ум становится более спокойным, приятными чувства становятся. И люди в процессе приготовления видят, что это еще и просто готовить и быстро, что важно для современных домохозяек, потому что современные домохозяйки, по статистике, до 20 часов времени проводят на кухне. Такого быть не должно. Кухня должна занимать 15, максимум полчаса для человека. А сколько по времени сам семинар состоит? И вот эти все разделы сколько занимают? Этот семинар состоит, он идет в 8 часов с 10 утра и до 7, где-то в 8 вечера. Расскажите, пожалуйста, где сами Вы учились готовить? Вы знаете, у меня очень богатый личный опыт, я уже 14 лет сам вегетарианец и к этому пришел не через йогу, которую я веду, а через пришел с проблемами по здоровью. Я искал информацию и нашел информацию о том, что пища может давать Вам и энергию, улучшать самочувствие и также способствовать нашему хорошему здоровью. Но она, конечно, оказалась вегетарианской. Поэтому я очень осознанно перешел к вегетарианцу. В 20 лет я бросил курить спиртное и стал вегетарианцем. Два года тому назад я познакомился с великолепным знанием по аюрведическому питанию. Аюрведа – это древнейшая система поддержания молодости, здоровья и красоты. И она включает в себя знания о питании. Так вот, когда я прошел этот семинар по аюрведическому питанию, знаете, просто я был в таком втихом изумлении, почему я раньше этого знания не знал. Далее я поехал в Индию, обучился в университете аюрведы, получил эти замечательные знания и стал делиться этими знаниями со всеми. Основа любой кухни – это качественные продукты. Расскажите, где Вы их берете? Вы знаете, сейчас становится все труднее и труднее купить здоровые продукты. И Вы знаете, сейчас общественность об этом постоянно говорит, это на слуху. Я для себя лично настроил поставку здоровых продуктов. Мне прямо домой привозят молоко деревенское, сметану, творог. Привозят пшеницу для проращивания. Мне привозят муку грубого помола. Сейчас я выстраиваю еще схему, как мне будут доставлять еще орехи и сухофрукты. Также мне привозят овощи, то есть все, которые нужно. Два раза в неделю я заказываю. И пока это еще возможно. Да знаете, я думал, что в Москве провожу, в Питере иногда семинары. Я думал, будет очень трудно там найти такие продукты. Вы знаете, и в Москве, и в Питере вполне возможно даже найти такие продукты, если поискать. Конечно, они дороже, но Арведа говорит такую красивую фразу. Лучше есть дорогие продукты, чем есть дорогие лекарства. У Арведы существует семь принципов. Первый принцип – пища должна быть вкусной. Удовлетворять все ваши чувства. Вкусовые рецепторы. Вы должны почувствовать шесть вкусовых качеств. Сладкая, соленая, горькая, кислая, вяжущая и острая. Арведа говорит, хотя бы в обед, хотя бы пять из них вы должны почувствовать. Если вы не почувствуете их, то вы уходите за стол с чувством неудовлетворенности. И вы сидите на работе, жгуток полный, чего-то еще хочется. Не должно быть такого. Потом, когда эта пища готовится, и когда вы ее вкушаете, она должна иметь приятный аромат. Такая пища, вы должны буквально кушать глазами, говорит Арведа. Она должна иметь минимум три цвета. То есть вот это то, что мы все сервируем, это не хохма ради. Это очень важный процесс. Далее, должны удовлетвориться наши тактильные ощущения. На Востоке люди обычно едят руками. Удовлетворяются рецепторы. Также во рту мы любим, чтобы там хрустело что-то или таяло. Это тоже оказывает очень хороший эффект. И также, когда вы пищу вкушаете, от блаженцев должны произвести такие звуки. И удовлетворяются наши еще уши. Если вы так удовлетворяете свои чувства, то это очень боготворно влияет на нашу гормональную систему. А гормональная система, эндокринная система, она главный дирижер в нашем теле. Она отвечает напрямую за наше здоровье, молодость и красоту. Поэтому человек важнее, порвите, считайте, даже чувства, чем даже то, что находится в этой пище. Тахир, расскажите, каковы ваши личные впечатления от визита в Ангарск? И насколько наши специалисты теперь готовы к открытию школы? Вы знаете, город мне очень понравился. На самом деле люди очень доброжелательные. И знаете, мне удивилось, что у сибиряки такая тяга к чему-то такому гармоничному. Такое новшество они все любят. Я по Красноярску, по Иркутску это сравниваю. И в Ангарске я тоже увидел огромный интерес к этой теме. Люди уходили, благодарили и сказали, что дай Бог вам здоровья, побольше это продвигать в жизнь. Потому что она пришла, даже бабушки пришли, они говорят, мы за свою жизнь столько не узнали, сколько у вас на одном мастер-классе узнали. Я думаю, что скоро у вас в Ангарске появится очень много таких специалистов, и вы все сможете получить такое замечательное знание и улучшить свое качество жизни. Большое вам спасибо за интервью и приезжайте к нам еще раз. Спасибо. Спасибо.